Посмотрим, да. Вот так. Будет идти эфир. Так, ходят коллеги. Принять всех. Ну вот, мы уже и в эфире группы профессионалов дистанционного обучения. Добрый день, кто к нам подключился. Я закрываю экран. Смотрю, что у нас. Принять всех. Итак, уже 35 участников находятся в зуме. 53 человека находятся в Мирополисе. И неограниченное количество участников может нас наблюдать в Фейсбуке. И посмотрим на экране, что происходит у нас еще и в Фейсбуке. Коллеги поступают. Вот я показываю экран в Фейсбуке. Где будет идти наша трансляция. Вот он, прямой эфир идет. И семь человек пока что нас смотрят в прямом эфире. Я его не буду включать. Буду смотреть на комментарии. Итак, вроде бы мы зашли. Вот не получается у Татьяны Евгеньевны. Татьяна Евгеньевна, ну позовите кого-нибудь. Вот по этой ссылочке, которую я сейчас вам еще раз дам. Мне придется немножко отвлекаться на комментарии. Так, уже просят презентацию. Нет, у нас не будет сегодня презентации. У нас будет конструктивистское взаимодействие. И мы сейчас его начинаем. Начнем с того, коллеги, что я открою наш план вебинара. Вот он есть. Вы уже читали так называемый логлайн. Так, тут будут нас постоянно принимать. Принимаю всех. Принимаю всех. И я сейчас начну с того, что открою опрос. Вот эта панель. Первый опрос, который был заявлен и в рассылке. Какие проблемы в дистанционном обучении для вас самое главное? Начнем вот с этого. Голосование началось. Прошло уже несколько секунд. Прошу выбрать ваши варианты. Можно выбирать несколько вариантов. И отвечайте на этот вопрос. А мы смотрим. Видите опрос? Так, еще поступают. Так, заходят еще коллеги. Итак, мы видим, что самое проблемное на сегодня в дистанционном обучении. Прошу проголосовать. Проголосовало всего лишь 20 человек. Прошу проголосовало. Прошу проголосовало. Прошу проголосовало. Прошу проголосовало. Так, у кого-то там идентификатор конференции просит. Так, коллеги, я сейчас отвечу на этот вопрос. Индентификатор конференции. Это, наверное, для мобильного устройства. Минуточку. Так, минуточку. Ну что, не хватает опыта из 11.47. И последний пункт, самый тяжелый, вы видите. Это слишком много неразберихи. Действительно. И сейчас мы с вами будем эту неразбериху пытаться устранять. Так, ну, извините, еще чуть-чуть поуправляю моим зумом. Просят. Пароль. Это с мобильных устройств. Передал пароль. Итак, мы видим, что львиная доля проблем, с одной стороны, нехватки опыта, с другой, слишком много неразберихи в управлении, в эксплуатации, в технологиях и подниманиях. Так, прошу выключать микрофоны. У кого-то там микрофон ловит звук из наушников. Ну что, давайте тогда начнем решать эти проблемы совместно. Я закрываю этот опрос. У нас он не последний. И сейчас мы, согласно вот того плана, который вы видели, это облако построили и выявили, что это неразбериха, это хаос. В этой ситуации будем ли мы решать эту проблему в ожидании, пока нам ее решит начальник? Будем ли мы ходить на разного рода конференции, семинары, обсуждения, метапы, где нам будут рассказывать, можно так, можно сяк, можно эдак? Или будем, исходя из понимания наших проблем, пытаться найти целостное решение? И самое главное, пытаться увидеть его. Главная проблема многих вот этих спикеров, которые я слышу постоянно, много лет, они говорят, как можно, но они никогда не покажут, как есть. Может быть, не так, как надо, но как есть они не покажут. Я вот хотел бы на этом попросить ваше внимание и стать участниками нашего вот этого взаимодействия, потому что у нас есть микрофоны, к нам поступают новые коллеги, я всех включаю, это хорошо. Хорошо, и я вижу ваши лица, вот многие знакомые, не буду специально никого называть, специально, иначе кого-то обижу. И сейчас, и сейчас давайте рассмотрим. Актуализацию проблемы мы почувствовали, она есть. Процесс болезненный, педагоги жалуются, мне присылают, извините, матерные сообщения от родителей какой-то республики, не буду называть, какой, я не знаю. Матом уже кричат на педагогов, прекратите издеваться, все неправильно, вы ничего не умеете. Ситуация ужасная. То есть проблема всем понятна. Но давайте начнем все-таки еще один опрос, посмотрим и проверим. Вот мы видим, что преобладает по-прежнему неразбериха, хаос. Никто не знает, что делать. И мы этот опрос завершаем. И теперь рассмотрим вот эти результаты, нам понятны. Перейдем к следующему опросу. Так, остановить, посмотрели. И переходим к следующему опросу. А какие роли есть? И какая роль вам ближе всего? Вот началось следующее. Возможно, здесь какой-то роли не хватает, вы можете сами принять. Вот вам какая роль ближе всего? Исходя из вашей потребности, посмотрим, как ее реализовать. Вот тут у нас, видите, есть ученики, студенты, и педагоги, и преподаватели. Педагоги работают в общем образовании, в среднем, специальном преподаватели работают в ВУЗе. И нет ни одного родителя, хотя есть и работодатели, и чиновники, например, директор школы, колледжа, ректор ВУЗа, может быть, министр здесь присутствует, вот два чиновника среди нас. Большинство из вас преподавателей. И, наверное, мы должны понимать интересы и этих участников. Но я уже понял, что здесь большинство – это вузовские коллеги. И, не исключая важности остальных ролей, мы с вами будем учитывать и остальные. Наверное, стоит завершить вопрос. 91% всех участников есть. И теперь мы с вами, так, результаты есть, закрываю этот опрос. Мы с вами переходим к возможному варианту, который сейчас вы видите на экране. Я его сейчас… Так, да, экран вы мой видите, я его показываю. Сейчас мы рассмотрим некую платформу. Это пример, еще раз говорю, их множество этих платформ. И для того, чтобы представить, как эти роли, которые нам известны, хорошо известны, как… Так, еще поступают, принимают. Нас уже 55. Как эти роли могут взаимодействовать и решать эти проблемы, мы посмотрим вот эту платформу, этот сайт. Я предлагал вам авторизоваться. Если у вас есть такая возможность, я сейчас напишу чат. Ну, вот lms.biblio.ru. Попробуй написать чат. И первый шаг – это, чтобы получить какую-то роль в какой-то системе, нужно попробовать авторизоваться. Некоторые коллеги это уже сделали. Сделали, и я… Так, принять. Прошу, кто может сейчас lms.biblio.club с нами зайти, для того, чтобы оценить, насколько это сложно. Итак, после того, как мы думаем, что нужно эту роль получить, мы начинаем в этой платформе авторизовываться. Они, роли отличаются. Но первый шаг – надо создать учетную запись. Я сейчас не буду до конца ее проводить. Она работает очень быстро. После авторизации он проверит, это вы или не вы. Так, поступают еще новые коллеги. Добрый день. Вот, при авторизации он спросит логин, пароль, фамилию, имя, отчество, другие сведения и так далее. Попросит принять пользовательское соглашение, спросит какие-то еще сведения. Сегодня я тут немножко изменил страну, добавил туда Абхазию или автономную республику Абхазию, потому что, оказывается, появились новые страны, которых нет классификации ООН. Ну, этот процесс пройден. Хорошо. Допустим, зарегистрировались. Вот у меня уже есть несколько учетных записей. Ученик. Так, тут нету ее. Это у меня в другом браузере. Так, этот браузер. Вот. Есть ученик. Не вижу. А, вот он. Тут у меня еще и Мерополис идет одновременно. Добрый день, Мерополис. Там 45 человек. Переходим. Вот этот другой браузер. Вот этот наш сайт. И когда нужно, когда вы авторизуетесь, он сразу вас увидит, поздравит, предложит. Еще раз, как выйти. Надо же уметь и выходить. Так. Чаты я уже не читаю. Итак, авторизоваться. Есть администратор вуза, есть директор, есть ученик. С какой роли начнем? Ну, давайте начнем с самого администратора сайта. Это я. Админ. Админ. Как бы формально роль есть. Вот он тут и я. Юрий Николаевич уже вставил аватарку. Что делать дальше? Дальше мы посмотрим, остановим этот опрос. И посмотрим на... Итак, преподаватели, большинство, посмотрим на следующий вопрос. Ну и что у нас есть роли? А какова, собственно, структура? Вот как вы считаете? Вот сейчас, поскольку у нас большинство это сотрудники высшее образование, вузовские сотрудники, что должно быть? Вот, пожалуйста, выберите требования, которые должны быть учтены в структуре образовательного процесса. Не в том, как встретиться, не в том, как поговорить в WhatsApp или в Skype. Не то, как посмотреть красивую презентацию, а в структуру. То есть, на чем осмогано обучение? Что должно быть учтено? И вот мы видим сейчас по этому опросу, что если мы говорим о дистанционном обучении, должны быть и факультеты, и направления подготовки, их бывает множество. И на каждый год поступления разные программы обучения бывают. То же самое и в колледжах. И кафедры, как научные и учебные подразделения. Там должен быть учет студентов и движение их. Семестры осенние, весенние. Там должна быть различная учебная активность и практические задания. Вот она структура, коллеги. Вот это правильный подход. Мы начали с проблемы, с организацией, но не с самого курса, а с управления. И теперь у нас возникает вопрос. Слава Богу. Кто-то из коллег, я сейчас всем выключил микрофон, и я потом включу, и запретил их включать, чтобы не было таких проблем. Извините за такую техническую накладочку. Итак, мы понимаем, но мы не видим, где эта структура. Вот сейчас, коллеги, я завершаю этот опрос. Видно, что вы все единогласно признаете важность каждого элемента. Может быть, там чего-то еще и не хватает. Закрываю этот опрос. И сейчас я покажу вам структуру демонстрационного вуза, которая часто пропускается у всех наших коллег, которые говорят об онлайн-обучении. К нам поступают еще новые. Вот я сейчас демонстрирую такую структуру. Причем, когда вы потом зайдете на этот сайт, увидите в меню все курсы, и там есть вот это демо вуз, вы увидите вот эти всплывающие подсказки. Потому что я сразу буду делать упор на нагрузку, на ограниченные возможности преподавателей. В этой структуре, на этой платформе, да, есть и другие, я показываю как вариант. Базовое понятие – это категория. Например, категория колледж или категория вуз. А в ней пошли подкатегории вложенные факультеты, специальности и так далее. То есть вы даже потом, если придете сюда, захотите посмотреть, как эта платформа работает практически, вы это увидите. И вот я здесь создал на основе некой условной заявки от руководителя, не от преподавателя, не от руководителя организации, была выполнена заявка. В ней есть факультет. И вот, пожалуйста, факультет, условно говоря, А. Открываем его. В нем есть направление подготовки. А1, А2, А3. Специально беру такие абстрактные названия, чтобы не привязываться к какому-то конкретному направлению науки и практики. В этом направлении подготовки, с учетом того, что есть разные семестры, точнее, разные года обучения, и в каждый год программы, я бы говорил, могут повторяться, я указываю, год приема 2019-2020, направление подготовки А1. И вот в нем семестр, и вот в нем предмет. Это пока первый предмет. То есть уже видна структура. Многие из вас скажут, это неправильно, а у нас лучше. Возможно. Но я поясню, в чем тут смысл. История Отечества может преподаваться на разных направлениях подготовки. В разные учебные года она может иметь разное содержание, но она не будет удаляться у тех, кто закончил обучение. Этот предмет может преподаваться разными преподавателями с одной и той же кафедрой. И вот эта КИ, кафедра истории, здесь в сокращенном виде сделана для того, чтобы заведующий кафедрой через вот этот вот поиск, вот поиск, может набрать КИ и увидеть все предметы своей кафедры. Вот для чего сделана вот такая вот структура. Я надеюсь, вы быстро поняли, о чем идет речь. Повторяю, эта практика уже имеющаяся, но она не единственная, в разных вузах по-разному. Но в чем полезность вот такого подхода? Очень часто на платформах начинают удалять, запрещать доступ по окончании обучения по предмету. Это неправильно. Как это? Ну, захотел вспомнить свои достижения, взять из портфолио отзыв преподавателя, скопировать его и так далее, а доступа нет. Поэтому я говорю, что полезнее сохранять вот этот доступ для этой учебной группы. Точно так же работают, вы видите, и другие направления подготовки по весеннему семестру, вот тут уже математика появляется, и вот мы видим, что эту же историю Отечества уже читает другой преподаватель, Сидоров. Хотя они оба с одной и той же кафедрой истории. Теперь у вас возникает наверняка вопрос. Ну, а мы можем это сами сделать? Насколько это сложно? Я как раз вот здесь пишу, что время создания одной категории, то есть вот такой одной строчки до минуты, у меня это происходит быстрее, гораздо быстрее. Давайте я покажу, как это вообще выглядит. Я администратор, но любой пользователь может создавать вот такие свои закладки. Вот такая интересная платформа, чтобы быстро не искать. Одна из них называется, это я заранее сохранил, управление курсами и категориями. Сейчас вы увидите, как легко это сделать практически. Не забывая о том, что эта структура нужна и руководителям учебной организации, чтобы он мог видеть, и руководителям подразделений, и преподавателям, и студентам, чтобы не было каши, им сохранялся доступ. Я имею в виду каши по предметам. Вот так создается новая категория и новый курс в ней. Вот так вот учебное заведение содержит вот эти вложенные подкатегории. Вот в ней внутри эти факультеты уже созданные. Вот они имеют структуру вот такую иерархическую. И в них есть семестры, и вот в них есть количество каких-то предметов. Например, я сейчас хочу в этом же учебном заведении, а в соответствии с назначенной ролью в этом заведении, может быть, свой администратор системы, я тоже покажу. Не над всем сайтом, а вот именно внутри этой категории. Например, здесь могут быть множество вузов и колледжей, и у каждого в своей категории свои права. И вот он точно так же может в этом заведении нажать на редактирование, создать новую подкатегорию. Вот мы сейчас откроем с вами новое направление подготовки. Где оно будет находиться? То есть до курсов мы еще не дошли. Там гораздо проще, если мы не поймем эту целостность. Итак, в учебном заведении, вот мы видим где, мы создаем направление подготовки А, Б, В, Г. Вот его не было. Тут пишем какое-то описание, но это не обязательно. Можем даже изменить дизайн на платформе. Можно на разных факультетах разный дизайн. Но это уже внешне. Тоже, кстати, важно. И вот мы создали новую категорию направления подготовки Г. И в нем хотим создать бот приема. Допустим, это уже следующее. Вот тут по карандашу. Видите, это быстро создается. Главное однообразие. Если договорились, что 20-21, то есть 2020-2021 год приема, год обучения одновременно, 20-21, и сразу это будет осенний семестр. А, короче, все. Это создается даже менее, за 15 секунд можно создать, если потренироваться. И в этом семестре уже можно создавать предмет. Вот он уже, наш новый семестр создан. Мы создаем новый курс. Вот по единообразию создаем курс, например, Тоже математика. 20-21. Потому что она может меняться в разные годы обучения. У нее будет, допустим, преподаватель Игнатов. И он с кафедры математики. Все. Это копируется, повторяется два раза в описании. Настройки пока пропускаем. И сохраняем этот курс без всяких вариантов. И он у нас готов. То есть администратор системы может быстро создавать структуру учебного процесса. И ему только останется записать сюда преподавателя. И потом уже научить его, или он сам научится с помощью. Преподаватель сам админ вуза демонстрационный в роли преподавателя-инструктора. Записать. Все. Мы создали структуру и сразу записали в нее сотрудника. Поступают новые коллеги. Мы их принимаем. У нас уже 51 человек. Вижу, что вы смотрите, участвуете. Так, коллеги, давайте я, наверное, разрешу вам микрофоны, чтобы вы задавали вопросы. Я их не читаю пока. Или потом мы обсудим. Я разрешаю вам включать звук. Если у вас есть вопросы, можете говорить прямо голосом. Итак, структуру мы выстроили. У нас есть все. Правда, там еще мы пропустили учебные группы. Они там глобальные. Если успеем, расскажу. Группа набирает со студентов в одну точку. Потом их отчисляют. Потом восстанавливают отдельные сотрудники. Но автоматически они получают доступ туда, где нужно быть. Не буду на этом дальше. Заострять внимание. Останавливаю совместное использование. И выбираем следующий опрос. Формируем функционал участников. Коллеги. Теперь, исходя из того, что мы знаем, какие бывают роли у разных людей, давайте отметим то, что вы думаете про функционал. А что должны они иметь там делать? Я подозреваю, конечно, что все пункты будут для вас равноценными. Ну, а вдруг? А вдруг у вас другая точка зрения? Может быть, что-то здесь лишнее? Анализируя вот этот функционал, мы видим, что синхронно хочется. Ну, и асинхронно должно быть. Контент надо разместить. Оповещение ни в WhatsApp, ни в Skype, ни где-нибудь автоматически. В всей академической группе. Причем еще и с контролем, что они прочитали. Один раз, одним кликом мыши. Да. Размещение и оценивание заданий не в Facebook, не в ВКонтакте, не в социальных сетях, а там, где собирается оценка автоматически. Анализ посещаемости, даже в вебинаре, вот в том же Zoom. Один пробыл 5 минут, другой 50. Все это фиксируется. И это может видеть директор колледжа. Это же функционал помощи и контроль. Ну, вот мы видим, что почему-то оповещение пока на первом месте. Оповещение. Припоминаю эту историю. Вот сегодня хотел вам показать, но не стал показать персональные данные. Коллега жалуется, его дети, несколько у него детей, жалуются, что по первому классу 4 канала и WhatsApp, и у разных преподавателей 4 WhatsApp, у другого 3, в старших классах 1 канал, но они перегружены и, главное, повторяют одно и то же. Кто-то не прочитал, ушло это сообщение, и он снова спрашивает. И преподаватель, как сумасшедший, отвечает одно и то же. Это неправильно. Оповещение один раз оповесил, задание ушло. Вопрос появился в этой же платформе. Кнопочка ответить, отвечает и все. Причем письмо преподавателю или родителю, или студенту, ученику может отправляться один раз в сутки в дайджест. Иначе с ума можно сойти, если там этих будет писем сотни. И в этом дайджесте видно, что тогда было. Хорошо. Итак, мы увидели ваше предпочтение. Проголосовало 64% проголосовавших. Остальные все еще думают. Про категории, курсы и роли мы с вами проговорили, увидели, работают. Таких ролей в социальных сетях мы никогда не создадим. Попробуйте директора школы или заучу задать вопрос. Может ли он проконтролировать, что там пишут преподаватели в своих вот этих вот закрытых сообществах. Откуда проблемы? Это надо ему идти туда, если кто-то пожалуется из родителей, и разбираться сутками, кто что там писал. Или роль родителя. Как они заходят в эти социальные сети. Да по той же учетке своего ребенка. И видят оценки всех остальных. Это неправильно. Родитель должен видеть оценки. И все, что делает только свой ребенок. Это только педагог имеет право весь класс оценивать и общаться и так далее. Ну, кроме форумов. Но домашние задания других детей родитель не должен видеть. Ну, соответственно, и дети не должны видеть прежде времени то, что сделали другие дети. Они должны иметь определенные права доступа. Так, продолжаем. Продолжаем. Значит, наш опрос хорошо идет. И мы видим, что это проблема. Если есть решение. Завершаем этот опрос. Спасибо. Проголосовало большинство. 8% мы видим. И почему-то вот больное место оповещения. Размещение вопросов и ответов. Ну, давайте продолжим. Продолжим. Посмотрим на наш план. Что у нас там. Этот план также сохраняется и вам виден. Вот здесь меню сайта вебинара нашего центра. Это центр профессионального онлайн обучения. Электронные курсы компании Директ Академия, которая предлагает вам бесплатно размещать свои курсы вот здесь, где все настроено, все работает, где есть техническая поддержка. Вот он здесь я. Сюда можно написать какой-то свой вопрос. Вот мне пропиликает сообщение. И я отвечу вот, что вас интересует. Тут у меня еще роботы работают. Так что, пожалуйста, имейте это в виду. Видите, он сам подставляет имя, отчество, и на сайте это работает. Вот, Чарльз показал. Итак, роли построили. Роли преподавателя мы рассмотрели быстро. Это сейчас не главное. Там, кстати, есть и роль родителя, который также я сказал. Ключевую роль руководителя мы рассмотрели. Без него руководителя образовательной организации, пока он сам не поставит задачу, он не должен здесь сидеть и что-то сам делать. Он должен поставить задачу. Хочу факультеты, направление подготовки и так далее. Структуру мы тоже создали, как видите, вместе. Потом мы все это обсудим, записывайте вопросы. Трудоемкость мы тоже рассмотрели. За пять минут можно вот такую структуру создать обученному сотруднику. Не преподавателю, который должен делать. Причем еще тут будет проблема. Он должен, этот сотрудник, знать точные названия. И направление подготовки, и кафедры, и так далее. Ну, смотрю там, что в чате происходит. Так, поступают новые коллеги. Всех принимают. К нам, нас уже 51 человек. Функционал. Итак, где же этот функционал? Ну, наверное, мы соглашаемся, что руководитель должен иметь возможность посмотреть все, что происходит, и на кафедре, и в каждом предмете выборочно. Так же, как и его заместители, но без выставления оценок. Это право ему не дано. Иначе будет хаос, если все будут ставить друг другу оценки. Руководители подразделений должны также видеть возможность, что происходит в их кафедрах, в их подразделениях. Ученики, пожалуйста, пусть общаются во внутреннем форуме, где защищены, где посторонних нет. А родитель видит только оценки, только персональные данные, только своего ребенка. А работодатели должны видеть портфолио, о котором много говорили, но мало что сделали. Как же это все делается на практике? Ну, давайте посмотрим, допустим, вот этот курс. Он пока пустой, называется «Цели и задачи». Это не важно, курс состоит из какого-то количества тем. Четыре по умолчанию, в нем уже сразу создан форум. И здесь есть очень интересная кнопка «Управление обучением». И начинается с того, что преподаватель решает вопрос о доступе. Или это решает администратор, может быть, это делается потоково, организовано единым образом, бывает по-разному. Вот, допустим, вот этот ученик Петрович Прилежный никогда не входил, тот директор, как куратор, он же, как и куратор, может сюда входить. И есть инструктор или преподаватель. Инструктор, если курсы повышения квалификации. Как же это работает? Давайте еще раз посмотрим на управление обучением. Способы зачисления на курс бывают разные. Например, платный. Если вы хотите что-то продавать под дополнительным профобразованием, какие-то тренинги, можно сделать в этой платформе и платный. Если вас это интересует, обращайтесь, пишите заявку. Вот здесь вот на наши предложения для вузов и СУЗов. Там вы увидите в том числе эту возможность. В режиме гостя, если вы показываете что-то вручную, вот уже два человека здесь вручную можно добавить. И еще один очень удобный метод зачисления из группы. То есть уже создана некая группа. Давайте мы ее посмотрим, как она работает. Группа уже была мной создана. Это группа А19-20. Была такая группа создана. И, пожалуйста, все, кто там был, все были записаны автоматически. Я сейчас не буду рассказывать, потому что вам это сейчас будет тяжело запомнить. Но сам принцип вы уловили. Можно зачислять контингент на этой платформе автоматизировано, разными способами вручную, в том числе и платными. И если вам это интересно, мы сегодня рассмотрим. Теперь рассмотрим самый больной, на мой взгляд, вопрос, который вы же подчеркнули в первом опросе. Это оценка трудоемкости. Давайте мы этот опрос выведем на экранчик. Вот этот наш опрос был. И мы выводим новый опрос. Остановить. Что нужно в первую очередь, я сейчас пропущу. Мы уже с вами это провели. А вот оценка трудоемкости звучит несколько абстрактно. Я прошу сейчас ответить. Тут всего лишь три варианта ответа. Они спорные. Одни говорят, зачем нам нормативы? Вы нас загоняете в тиски. Вот нас хотите всех выстроить, как в армии, по нормативам. А другие говорят, ну, нормативы будут, а толку не будет никакого. Так, нам еще входят коллеги. Я принимаю всех. Третьи говорят, не нужны эти ваши нормативы. Они не влияют на трудоемкость. Все равно каждый будет делать, что попало. И так мы видим, нормативы педагрузки не снизятся, пока преобладающие. И пока вы голосуете, проголосовало всего лишь 36%, я скажу так. Представьте себе ситуацию. Кто-то сделал видеоконтент, видеоролик, да? И потратил на него 20 часов с хромакеем, с дорогим микрофоном, с хорошим сценарием, с мимикой, с жестами, очки, чтобы его так вот нормально стояли, не бликовали. Или еще что-то, 20 часов. А другой потратил 2 часа на свои ролики. Быстренько, кое-как, выложил и ладно. А третий вообще взял чужие ролики, разместил и выдал их за свои. Есть разница? Или пока вы еще голосуете, а еще проголосовало мало, всего 59 человек, другая ситуация, руководитель ставит задачу на построение структуры учебного процесса по направлениям подготовки, по кафедрам, по факультетам и так далее. И ставит ее сделать к утру. У него сотрудник необученный, который берется, или вот так вот послушал, посмотрел, мою запись посмотрел, еще что-то начал там городить. И не может объяснить, почему прошла неделя, а структуры все еще нет. Образовательный процесс, уже скоро учебный год, а процесс не выстроен. А руководитель запомнил, на одну строчку нужно всего одна минута. И таких строчек за весь университет нужно создать 200 строков, вместе с предметами и так далее. Он говорит, там работы на 200 минут, а ты уже делаешь неделю. Хороший норматив? Нет. Если у этого исполнителя нет исходных данных, или они противоречивы, он задачу будет решать годами. Переименовывать, удалять, создавать. То есть норматив при наличии каких-то условий. На создание учебного видео, так уже 64 проголосовало. Мы должны понимать, что роль норматива. Мы сделали работу, презентации, подготовили учебный план, рабочую программу дисциплины, кимы, консультации предусмотрели, синхронные занятия, домашние задания. Все предусмотрели и потратили на это, к примеру, 100 часов. Мы это все создали, а нам за это не платят. Нам говорят, это ваша функциональная обязанность. Или другой вариант. Хорошо, мы готовы вам заплатить. У нас есть нормативы педагогической нагрузки. За каждый ролик длительностью, к примеру, один час, не один, а всего за пять часов учебного видео, мы вам засчитываем 10 часов работы оплачиваемой. Вы проработали 10 часов, это ваша работа. За написание кимов из 100 вопросов, или там, может, за каждый вопрос простейших, мы вам засчитываем 3 часа или 4. И за каждый пункт, помните, за публикацию, за определенное количество печатных листов считался норматив педагогической нагрузки. Консультации были в педагогической нагрузке, и ты должен их выполнять, если ты получаешь оклад. И каждый преподаватель потом пишет отчет, но его надо проверить. На мой взгляд, если таких нормативов не будет, то в итоге одни будут пахать, и потом плюнут, и ничего не будут делать, а другие будут делать какие-то некачественные решения, быстренько, кое-как, потому что все равно за это не платят, нормативов нет. То есть нормативы хороши тогда, тогда еще есть и контроль. А где его можно делать? В соцсетях можно проконтролировать качество контента? Нет. На платформе такое можно. Итак, мы проходим к поводу, что у нас тут несогласие. Что нормативы педагогической нагрузки не влияют на нашу трудоемкость. Хотя мы сейчас обсудим этот момент, и, скорее всего, вы скажете, они носят иногда фиктивный характер. Никто их не учитывает. И мы работаем гораздо больше, чем по нормативам. Но нам за это не платят. В моей практике тоже был такой пример. Я насчитал, у меня превышение нормативов, которые максимально допустимы, было 500 раз. Мне заведующая кафедра говорит, Юрий Николаевич, надо снизиться, но за это платить не будет, такой отчет не нужен. Я вас понимаю, вы там и видео делаете, и тесты, и презентации, и вас студенты уважают, и любят, и все хорошо. Но надо переписать отчет. Он превышает нормативы педагогической нагрузки. Вот в этом случае я с вами полностью согласен, и, наверное, мы обсудим в дискуссии этот момент. Я считаю, что нормативы должны быть объективными. И если работодатель не может их профинансировать по оплате труда, тогда он не может и ожидать и качества. Он может ожидать хаос, который мы сейчас с вами наблюдаем и в первом опросе отметили. Хаос. Переработка идет, колоссальная. А оплата непонятно за что. Поэтому и появились эти проверяющие, которые начинают проверять отчеты, кто делает. Спасибо вам за этот опрос. Я его закрываю. У нас с вами уже остается все меньше времени, и я хотел бы перейти к обсуждению, к живому обсуждению. Я сейчас сниму эту демонстрацию. Надеюсь, у меня было все видно. Так, и я пауза демонстрации остановить. И я возвращаюсь к вам. Хочу послушать ваше мнение. Я прошу высказаться по этой проблеме. По вопросу, можно ли выстроить учебный процесс в дистанционном обучении, когда все заинтересованы и все участники синхронно однозначно понимают друг друга. Или это в принципе невозможно. Я ожидаю ваш вопрос, Юрий Николаевич. Вы обещали нам показать этот момент, этот процесс, когда все стало хорошо и все оказались довольны. Я это обещание выдержу. Итак, я прошу высказаться. Согласны ли вы, что можно найти консенсус, когда и технология, и управление, и обучение, и правовые вопросы, и экономические вопросы могут быть согласованы и решены? Так, Валентин Попов, что там нам показывает? А, он ходит по комнате, что там нам показывает? Коллеги, кто хочет сказать, поднимите руку. Я что-то никого не слышу. Слышно ли? Можете ли выключить микрофон? И так, вот тут у нас где-то был Сергей Львович. Не вижу. Он был... Солдатки Василий Иванович. А, он тут есть. Не могу я понять. Можете... А, надо мне вручную, что ли, включить звук? Ну-ка, вот я попрошу Василия Ивановича вас. Добрый день. Только кратко. Ваше мнение, Василий Иванович. Очень кратко. Юрий Николаевич, я вас приветствую. Добрый день. Спасибо за возможность принять участие при столь обширной аудитории. У меня буквально несколько соображений. Вот то, что вы сейчас показали, это стандартная схема работы Moodle. Она работает как автомат Калашникова, АК-47, без сбоев. И те преподаватели или администраторы, которые сначала боятся, ну, сначала они боятся слова Moodle, вот, и то, что их будет называть Moodler'ами или еще как-нибудь, да, они потом просто влюбляются. И об этом свидетельствует масса информации в нашей группе. Но я вам хотел бы следующее сказать. Вот когда мы ставили в своем институте эту систему Moodle, то у нас было 35 тысяч студентов. И ключевое звено в вузовской системе – это учебный план. Вот студент должен зачисляться на определенный учебный план. И вот возьмите, если имеет место 10 направлений подготовки, ну, скажем, бакалавриата, то план может ежегодно меняться, а он и должен меняться, да, поскольку ничего не стоит. 10 умножаете на 5 лет обучения, уже 50. По каждому направлению есть традиционное, там, скажем, обучение 4 года или там 4,5, да, это уже дневное это и очное. Умножаете еще на 2, да, по формам обучения, а может даже на 3. Дальше. Хотите ли вы сказать, что у вас есть, а я догадываюсь, что есть технология и специалисты, которые автоматизируют эту русину? Yes, of course. Так вот, по 10 направлениям, по 10 направлениям у нас было более 900 учебных планов, когда студент прикреплялся, там ведь есть сокращенные, на базе высшего, это второе высшее, на базе СПО, то есть на 10 направлений было 250, вот по памяти учебных планов. Приемная комиссия онлайн, когда принимает клиента, она тут же по шифру прикрепляет его к плану. Дальше, Иванович, спасибо, я вас понял, там еще и бухгалтерия, и финансы, и... Так вот, возникает момент, что для ВУЗа необходимо делать отдельные плагины, и такие плагины мы сделали, это называется электронный деканат, тестовая система, отдельный плагин, которая предполагала формализацию проверки тестов так, как это сделано в роботе-учебнике или в игрушке-стрелялке, да. Третий плагин это БАС, больно-рейтинговая система, а, кстати, в тестовой системе передоверие интегральной оценки не более 40%, а я скажу, что в Гарварде это 25% передоверяется контроль-усвоение на тестовую систему. Был плагин записи один к одному курса на CD-ROM, для того, чтобы где нет существенных потоков скорости интернета, ему отправлялся диск, а результаты маленьким файлом, даже, так сказать, по телефонным соединениям отправлялся в нужную ячейку электронного деканата. Василий Иванович, я вас много лет спрашиваю, покажите, я вам верю, я вот 100%, я знаю, что вы скажете, что защита авторских прав, интеллектуальная собственность, это уже, наверное, уже полно. В 2017 году этот институт был уничтожен Кравцовым, вот, чтобы ему пусто было, но мы, естественно, сделали, естественно, все копии, которые там необходимы, показать их может Сергей Львович, но Сергей Львович может показать уже развитую, более, так сказать, существенную форму, где сейчас идет у него обучение. Я просто был организатором, ну, ректором был, а он был как раз разработчиком. Вот к нему. Спасибо, спасибо, дорогие коллеги, а теперь самый страшный вопрос. Василий Иванович, во-первых, все могут идти к Василию Ивановичу за консультациями, ну, и ко мне тоже, и решать тоже такие же вопросы. Скажите, пожалуйста, вот всем нам, вы достигли вот этого золотого консенсуса, когда довольны все, ну, кроме чиновника, это я понял уже, им не понравилось, и преподавателям, и деканам, и студентам, и все это машина работала. Или все-таки были какие-то там проблемы, когда были залобы? Ну, если вы меня спрашиваете, то 35 тысяч студентов, постоянные чаты, чаты админа, чаты группы, чаты факультета декана, то есть учебные, административные чаты, они все как бы снимались вот эти вопросы. Безусловно, вот если брать вот основу, это как автомат работает, но когда подключаются плагины, там могут быть некие моменты, а когда происходит интеграция Moodle с такой системой, как 1С-университет, 1С-предприятие, поскольку мы не нагружали Moodle какими-то экономическими и прочими, скажем, расписания, учет нагрузки преподавателей, оценки, они все шли в 1С-университет, где печатались ведомости, потом распечатывалось после выполнения учебного плана, вплоть до приложения к диплому, это как бы вот та часть, которая другая система отвечала. Но вопросы интеграции, 1С-университет, бухгалтерия и плюс еще электронная библиотечная система, это вот то, что занимались как раз группы разработки. Она небольшая, там было человек три всего, которые полностью все эти функции поддерживали. И все были довольны, я вам скажу. Спасибо. Ну вот тут в Фейсбуке я вижу только один вопрос от Фатимы Григорьевых. Вы сами-то разбираетесь в этом всем. Я не понял, в чем всем и в чем вопрос, поэтому если, Фатима, вы здесь расшифруете, Фейсбук не показывает мне все комментарии. Коллеги, еще какие-то, может, вопросы появились, пожалуйста, спрашивайте. Василий Иванович, может, у вас ко мне есть вопрос? Или вам все было понятно и без того? Нет, это непонятно, поскольку сейчас скажу, в каком году, в 2007 году. 13 лет назад мы начали заниматься углом. 13 лет. Пройдя от версии, там, не помню, 1.9 до 3.8. И в этом плане могу сказать, что из тех систем, которые я смотрел, это просто поле для творчества и очень надежная система, которая поддерживается, насколько я помню, 100 программистами и финансируется одним филантропом из Австралии, вот насколько я знаю. То есть, по большому счету, с открытым кодом можно, конечно, влезть в ядро, то, что многие делают, я, правда, не советую, но тогда не происходит репликация новых, так сказать, версий. Но когда они влазят, извините, в ядро, то тогда она полностью локальная, автономная, и никакие там, условно, санкции или еще что-то не могут на нее влиять. Спасибо. Ну вот я увидел вопросы, которые прозвучали от коллег. Сергей Львович Слобачев пишет, что начальники уже решили, что сами все знают и диктуют свои решения, а уж какие догадать и сами. Моя реплика, Сергей Львович, мы слишком мало показываем им передовые практики, поэтому они их и не знают. Это мое мнение. Вот мы сегодня пытаемся рассмотреть. Далее, Михаил Феоров комментирует, что все нравится, это возможность поддержки иерархической структуры, это действительно очень удобно, чего нет в социальных сетях, где все идет сплошной полосой. Василий Иванович спрашивал, сам же ответил. Запись данной встречи транслируется в Фейсбуке и будет доступна. У нас версия Moodle 3.8.2. Да, 3.8. Далее, больше вопросов. Для разных категорий должен быть разный функционал, спрашивает Наталья Иванова. Да, в одной категории могут быть и разное сочетание ролей, и кураторы, и родители, и методисты, и работодатели, и какие-то другие, я сейчас не рассказываю, тонкие настройки. Как создается техподдержка, спрашивает Курбон Рахманов. Рахманов, да, это, наверное, Узбекистан. Нет, это не дашборд, это не Токту, это ЗОПИМ. У него есть бесплатный вариант. Далее, Станислав Черепанов пишет. Если процессы не построены, ну, будет, и дальше говорит грубое слово. Не буду повторять. Вот, больше вопросов не появилось, но, возможно, кто-то еще хочет что-то добавить, высказать свое мнение. Коллеги, пожалуйста, мы в прямом эфире. Это дискуссия, круглый стол. Кому включить микрофон. Наше время уже заканчивается. Юрий Николаевич, у меня вопрос такой. А расписание каким образом делается у вас для группы? Расписание чего? Расписание занятий, поскольку должны быть реперные точки прохождения, тестирования, сдачи эссе, допустим. И главное, как бы, квинтэссенция. На каком-то этапе, в конце, допустим, изучения модуля, обязательно должна быть видеоконференц-связь или вебинар, который подбивает некие итоги. Для этого делается расписание. Я отвечаю. Все, что преподаватель решил и отразил в рабочем плане, утвердила кафедра, все это по дедлайнам заносится в Moodle. Может быть, вы хотите сказать автоматизированно? Я не скажу, что я знаю способ автоматизации. Я знаю, что он есть. И вы это делали. Преподаватель и дедлайны заносит. Причем Moodle заранее за три дня пришлет напоминалку, что через три дня заканчивается срок сдачи контрольной работы. Или заканчивается срок теста. Или заканчивается этот модуль, и он у вас не выполнен. Или проводится вебинар с датой. Причем напоминалки тоже из Moodle рассылаются. Это настоящее СРМ. Все, что вы заложили в расписании, в своем предмете, преподаватель может отразить с помощью дедлайнов. С помощью даты начала, даты окончания. С помощью опции пересдачи. То есть, я могу еще долго рассказывать, но боюсь, что коллеги испугаются. Коллеги, у нас через неделю, чисто по обучению для преподавателей, будет следующий вебинар именно по созданию курса. Уже управление выстроено. Это будет 23 апреля в 14 часов по московскому времени. Вы сможете принять участие, также свободно, в вебинарии под названием «Как легко создавать требуемый онлайн-курс». На нашем сайте вы можете подать заявку на консультацию. Бесплатно для вашей организации или для вас лично. Вы можете это сделать прямо сейчас. Я сейчас покину эту ссылочку в Zoom. Где вы можете практически написать… Так, мой динамик не работает. Меня слышно. Надеюсь, да, звук заработал. Все хорошо. Ну вот тут Лукбек Артикович Мирзалимов из Узбекистана. Привет, дорогой. Может, у вас есть какие-то вопросы. Я знаю, что вы активно используете Moodle, вы построили БРС. Скажите, ваше мнение, есть ли проблемы для создания вот этого идеального обучения сегодня у вас? Здравствуйте, Юрий Николаевич. Слышно хорошо? Отлично. Спасибо за хороший состав. Это очень востребованность сейчас в данный момент. У нас тоже сейчас переходим на электронное образование, дистанционное образование. Первый вопрос, как сказать, по организации. Сейчас у нас тоже очень большая проблема. Для этого я бы, как сказать, если как профессионали устроили, есть стандарты по международной стандарте по электронному обучению. Как нужно организовать? Что должно быть? Проблемы сейчас много представляют такие услуги, которые предлагают свои услуги, которые нет решений. Это первое сейчас самое проблемное в руководящем составе. Сами не знают, что такое электронное образование. Если возможно, по вашему, как сказать, предложению, я тоже организовал свой сейчас учебный процесс, структуру организации. Я могу продемонстрировать и ответить на Василия Ивановича вопрос. Они сказали расписание. В модуле сейчас расписание не будет общим. В модуле будет индивидуальное расписание. Когда мы организуем учебный процесс, ставим мы в каждом курсе, есть даты размещения. Лекции, вебинары и так далее. Это все показывается в его календаре. Вы можете мой рабочий стол сейчас, демонстрацию включить, Юрий Николаевич? Да, можете. Это будет очень интересно, коллеги. Начинается процесс, которого я не ожидал. Так, вижу. Видно, да? Да, видно ваш экран. Вот, например, самое главное, это структура. Вот, например, я учебный год выбрал сейчас. У нас факультет, направление, и курс, и у меня предметы по семестру. Это у нас получается как учебный план. Вот, видно, по всем курсам все предметы есть. И записаны в этом курсе все студенты. Вот, второй вопрос. То есть, вот, например, вот личный кабинет пользователя. Например, недавно. Секундочку. Лугбек Артникович. Да, да. А у вас бывает, что историю преподает несколько человек? Да, у меня тоже есть сейчас такая проблема. А почему вы не пишете фамилию преподавателя? Ну, сейчас у нас очень быстро переход был, вот, в медицинском институте. Понял, понял. Сейчас это первое решение было. До сентября, как вы предложили, я тоже и такую же буду структуру делать. Спасибо. В данный момент сейчас выхода нету, мы сейчас оставляем такой медс. Второй вопрос, извините, что вас перебиваю. Вы будете по окончании предмета история удалять этот? Нет, мы будем закрывать. Это все, как сказать, вот видно, это учебный код. Учебный код закрывается в архив. И у студента это все оценки, все... Мне очень заль узбекских студентов, дорогой Лугбек Артникович. Если он полюбил этот предмет, ему хочется снова посмотреть свой реферат или свой доклад, он этого не сможет у вас, если вы его уведете в архив. Нет, это полный заканчивающий курс, Юрий Николаевич. Это полностью не закрывается. У него это как зачетная книжка остается. Да, это формальный результат. А содержательный он потеряет. Мой совет, вы к этому все равно придете, вы не удаляете их в архив. Пусть они будут, только в том году. Первый курс того года. Ну, это тоже хороший вариант, Юрий Николаевич. Если побеседим в этом сейчас, в данный момент, вот я хотел демонстрировать. В данный момент, да, вы срочно закрываете проблему, я понял. Но потом она у вас все равно выползет, когда студенты скажут, я болел, я не сдал, вот осень пересдача, а курса нет. Нет, это все открыто будет по окончании учебного года. Спасибо. Хорошо. Вот, например, учебный расписатель. У него есть календарь. Календарь у меня расписан, что я должен в этом числе сделать. Видите? Отлично. Точно так же у него будет получаться, не надо, как сказать, востребований не будет для расписания. Потому что у него есть ежедневник. Отлично. Вы мне помогли. Спасибо. Вот представящий, что он должен представить. Студент заранее, по времени, уже у него все расположено. Это его личный кабинет. Да, это личный кабинет. Правильно. Точно так же. Вот, например, у него автоматически получаются семестровые учебные предметы. То есть макет учебного плана. Да, да, да. Это учебные планы и учебные зачетные книжки. Ну вот, узбекские коллеги показывают нам передовые практики. Молодцы. Ну, точно так же. И третье мое мнение, Юрий Николаевич, не надо загружать преподавателей. По-моему, практики. Нужно нанимать артсурсовую компанию, которая будет вместо преподавателей вести, как сказать, вместо преподавателя ресурсы загружать в эту платформу. Очень логично. Очень логично. У нас очень трудный вопрос. Обучать мудулу преподавателю. Совершенно верно. Коллеги, обратите внимание на то, о чем обращает внимание боль Лукбек Артикович. Преподаватель должен обучать, а не заниматься размещением, какие-то настройки проводить. Очень разумное решение. Скажите, пожалуйста, это ли политика министерства или вашего вуза? Это сейчас, в данный момент, я занимаюсь экономическим университетом в Узбекистане. И плюс сейчас организовываю предприятие, которое занимается в Узбекистане. Ну, давайте как-нибудь там расскажете специальный доклад по обмену опытом. Спасибо большое, Юрий Николаевич. Сделаем отдельное мероприятие. Так, тут поступил вопрос, не имея опыта. Вот как раз Сорочкина, не знаю имя, пишет, что огромная проблема у преподавателя. Быстро очень создать несколько курсов, особенно лабораторных работ по техническим дисциплинам. Я скажу, сейчас тоже включу показ своего экрана. Вы не уходите. У нас появился новый партнер. Новый партнер уникальный. Это российская компания, но представитель голландской фирмы, которая разрабатывает тренажеры по инженерно-техническим дисциплинам в формате SCORM. Они очень дорогие, но мы договорились, что на нашем этом сайте, вот ЛМС Библиоклуб, мы будем такие тренажеры размещать, и мы готовим специальный, тоже специальный вебинар по этой компании Электюд. Она находится в Голландии еще раз говорю. Но в Скорбанске там очень красиво. Сейчас не буду тратить время. Останавливаю демонстрацию и слушаю лабораторных. Ну что-то еще хотите нам рассказать под коллегами? В основном, Юрий Николаевич, это очень большая тема получше, но в основном это правильные проблемы поднимаете. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Улубек Артикович, что включились в это наше обсуждение, еще показали свою практику. Коллеги, может кто-то еще хочет высказать свою боль, свою проблему, свою проблему. Вы можете сейчас ее задать, пока у нас есть еще немного времени, и есть эксперты, которые готовы вам помочь что-то ответить. Вот это вижу, улыбается админ. Я хочу спросить, что вас так взволновало, может быть, коллега по имени админ. Мы вас слушаем. Так, ну я не знаю, похоже микрофон не работает или не слышно, админ стесняется. Ассель, вы можете сказать свое мнение? Вы где-то в музее, наверное, сидите. Опустите чуть-чуть камеру вниз, а то только вы за стола. Ассель, похоже, застеснялась. Ладно. Коллеги, так, кого тут я еще могу убедить, кто еще, кого еще я знаю. Кто еще тут с нами? К нам подошли еще коллеги. Валентин Попов к нам подошел. Коллеги, изучить преподавателей, обучать преподавателей очень трудно. Я понял вас, Курбан Прахманов, очень трудно. Но я скажу из опыта еще один такой лайфхак. Чтобы обучать, должен быть хороший тренер, который сам это все знает, сам изучил, сам обучал студентов, сам создавал курсы, сам управлял процессами. Я пока таких мало вижу. Вот Улубек Арктикович, он может обучать. Он сам преподавал, я его знаю. И я сам видел его курсы. Поэтому я так уверенно говорю. Но вот ищите тех тренеров, инструкторов, которые все это на своей шкуре прошли. Работали с живыми преподавателями. Слышали их недовольство, их жалобы. Знают, как с ними работать. И самое главное, вот из моего опыта, я тоже, как Улубик Арктикович, я всю черную работу брал на себя. Дайте мне ваши тесты, дайте мне ваши рабочие программы, дайте мне ваш контент. Только хороший контент. Я как ученый тоже разбираюсь, когда присылают старье, ерунду, и нельзя. Поэтому я возвращал. Но когда это все есть, я говорю, минуточку, подождите, вам все сделаем. У меня было два работника, студента, не программиста, которые все на автомате умели это быстро делать. Я им платил очень мало денег. Они были студенты на подработке по договору. Я их научил тоже дистанционно. И они все прекрасно делали. И тесты создавали. Причем сложнейшие. По финансовой актуарной математике. Не просто множественный выбор, выбери правильный вариант ответа. А там с формулами. Показатели каждый раз меняются. Угадать ничего невозможно. И они это делали очень качественно. И быстро, главное. А преподаватель только контролирует процесс. Он проводит консультации, проводит вебинары, отвечает на вопросы. Оценивает домашние задания, лабораторные и так далее. То есть то, что он может делать. Он управляет готовым курсом. Он обучает, а не конструирует сам курс. Вот такой у нас был проект. И такая была практика. Мы готовы с ней поделиться. Поэтому Улукбек АК сделал аутсорсинг. Правильно, правильно. Это специальные процедуры, специальные знания. Нагружать преподавателей, училий вот этому всему не надо. Они все равно ничего не сделают. Они сделают неправильно. Кто-то будет часами сидеть по ночам. Не надо этого делать. Но это уже функция не преподавателей и даже не заведующих капиталов, а функция руководителей. Если они это понимают, что структуру, организацию, создание курсов не надо возлагать на преподавателей. Вот если они понимают, то будет то, о чем мы говорили в самом начале. Будет идеальное обучение, которое устроит всех. Практика Европы 80% отдают в аутсорсинг. Ну вот это то, что и говорил я в начале. Где примеры? Это за рубежом. Именно так и делается. Ольга Карпунина мне пишет частное сообщение. Но она в принципе подтверждает то, что мы уже проговорили. В решении задач цифровизации образования и создания онлайн курсов нужна системная работа. Вот правильно. Успешные организации, которые работали системно. Я знаю такие организации. Например, научно-исследовательский Томский государственный университет. А так вот самому учиться, я скажу, не надо создавать и тратить время на обучение в социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте, где-то там еще, в WhatsApp, в Телеграме. Это трата времени. Просто бессмысленная трата времени. Вран Хикс пишет Курбон Рахманов. Такую практику видел. Учебное дело и так далее. Правильно? То есть разделение труда. Почти промышленное разделение. Ну что, коллеги, мы вроде убедили вас, что надо брать платформу. Например, Moodle. Некоторые называют ее богомерзкой. У нее якобы интерфейс нечеловеческий, как говорит Яков Сомов, руководитель лекториума. Все человеческое, если правильно эксплуатировать, правильно эксплуатировать, если будет разделение труда. Обращайтесь в Facebook, вот наш союз профессионалов дистанционного обучения. Наш проект, профессиональные электронные курсы готовы вам помогать. Ну что, вопросов больше нет. Вот тут Иван с женским лицом на нас смотрит, хочет что-то сказать, улыбается. Наверное, стесняется. Так, сообщения больше я пока не вижу. Так, коллеги, ну что, вот к нам подсоединился юный пользователь онлайн-технологий. Мы вас слышим. Ну что, родственница Ивана, что вы нам хотите сказать самого главного после вот этого нашего мероприятия? Мы вас слышим. Говорите. Я вообще новичок. Что вас волновало, что вас порадовало, можете сказать сегодня? К сожалению, вы очень сильно звоните у меня, поэтому я не совсем слышу все, что вы спрашиваете. В любом случае, все, что я сегодня увидела, для меня новый мир. И я думаю, что это будет применяться в моих педагогических деяниях, это точно. Вы преподаватель? Да, начинающий. Начинающий. Но даже вы, начинающий, почувствовали, что при грамотном подходе, при наличии специалистов и взаимодействия профессионального можно добиться успеха. В вашей организации есть предпосылки создания этой системы? Я думаю, что в сложившейся ситуации эти предпосылки обязательно появятся, потому что контакт и WhatsApp и все это устаревшее, конечно, оно не успевает всю информацию передавать студентам. И действительно огромное количество времени тратится бессмысленно, пустую. То есть вы подтверждаете остроту нашей проблемы. Спасибо. Можете выключить звук. Коллега Сорочкин, у вас такое вот строгое лицо. Наверное, вы хотите или покритиковать. Всем добрый день. Я очень рада присутствовать при таком обсуждении. Действительно, очень много проблем. Наш ВУЗ очень оперативно перешел на дистанционную или удаленную работу, или на дистанционную работу. И я обычный преподаватель, мы столкнулись с тем, что буквально в течение недели нам необходимо было наполнить платформу на базе Moodle в нашем университете своим контентом. Ну, как вы понимаете, сложностей огромное количество, начиная с того, что формат электронного обучения и формат очного обучения различный. Это стало понятно, наверное, на вторые сутки работы, то есть через 48 часов после того, как преподаватели начали наполнять базу. И, естественно, вопрос формирования электронных курсов стоит очень остро, естественно. Вопросы не только переформатирования, наверное, текста, переформатирования традиционных занятий в электронные. Еще огромная проблема со студентами, у которых нет технической возможности использовать онлайн обучение. У нас очень много студентов из сельских районов. И вопрос онлайн, он как бы автоматически отпадает. Вот это такие проблемы, с которыми мы столкнулись при переходе. Плюс особенность то, что у нас технический ВУЗ. И проведение лабораторных работ, работа с оборудованием в дистанционном режиме очень проблематично. И вот сейчас мы пытаемся очень оперативно найти решение этой проблемы. Поэтому как бы любая подсказка, любая помощь или как бы наведение на мысли для нас будет очень ценно в данный момент. Коллеги, а вы обратили внимание на выражение лица коллеги Сорочкиной? Как вас зовут? Оксана Юрьевна. У Оксаны Юрьевны, вот благодаря вот этим технологиям визуального контакта глаза в глаза, на лице, ну, просто трагедия. Человек говорит с болью, да. И я хочу все-таки ей помочь. Например, Moodle позволяет создавать приложения, которые закачиваются в устройство и работают без интернета какое-то время. Он там может проводить тесты, что-то просматривать, изучать. Оно уже скачано и работает без интернета. И как только он, владелец этого устройства, попадает в зону интернета, ну, я читал там, вывозят детей, они сидят в автобусе возле, там, где хоть что-то вожат, и они там выполняют домашки, и потом их увозят обратно в село, где вообще ничего не ловят. То есть вот такой момент тоже может быть. Скачивая приложение, которое работает самостоятельно, тоже нам будут. Второй момент. У меня есть дача, и там интернет слабый, а я без интернета жить не могу. Я посмотрел антенны, тип антенны MIME, латинские буквы, или MIME, позволяют очень хорошо ловить сигнал. Даже если он слабенький. Я сидя на даче, даже еще не устанавливая эту антенну, я заплатил где-то 6 тысяч рублей. Долго искал. Кстати, в нашей группе вы можете проконсультироваться и задать этот вопрос, и мы вам поможем. Подскажем решение, в том числе и по экономике. Я даже не успел еще поставить его на вышку, антенна стоит на столе. Ну, вышка там деревянная, деревянный брусок, метра три, может быть, даже и не нужно. Просто вот на что-то его устроить. И он очень хорошо ловит. Плоская антенна, не тарелка, а такая квадратная. Где-то полметра на полметра панель. И она прекрасно ловит. В интернете еще есть какие-то там поделки, самодельные тоже инструкции, где можно, даже при слабом, даже вообще отсутствует сигнал, но где-то там пробивается. Получать 10-20-кратное усиление сигнала, и я разговаривал с дачей по скайпу, с детьми совершенно четко, идеально слышно, со своего смартфона, с планшета, работало отлично. Это второй совет, пожалуйста. По лабораторным работам. У нас два дня назад проходил вебинар с коллегой из Украины, из Винницкого национального государственного технического университета. Там тоже она проблему поднимала, Елена Коваленко. И у нас был гость Джават Давидович Аветисян, это легендарная ТичПро. Он говорит, а мы делаем тренажеры, и мы даем бесплатный конструктор. И даже там этот осциллограф записывается заранее на 3D-камеру с двумя, и она становится, можно крутить этот осциллограф, можно получить задание, куда нужный проводок включить, какой регулятор покрутить. То есть симулятор без лица, без говорящей головы, но он виден обучаемому, и он может выполнять задания, которые заносятся в журналы цены. Джават Давидович Аветисян, по-моему, я, может быть, ошибаюсь фамилию. Тоже можете в нашей группе задать вопрос по таким тренажерам. Вот, пожалуйста, вам такие советы. Конечно, потребуется время. Если конструктор, он бесплатный, на нашем сайте можете его найти. Там доступ свободный, там можно создавать. Там ролик говорит, потом останавливается, там есть знак вопроса задать вопрос, там он дает задание, выберите на экране нужную точку, то есть такой некий симулятор. Особенно с интерфейсом программ хорошо работает. Конечно, он не заменяет настоящие стенды, возможно, это тема отдельного разговора. Возможно, эта информация заставит вас улыбнуться. Коллега, которая сидит вот там в солнечном где-то там интерьере по имени админ, вы что-то тоже преподаете и что-то хотите нам сказать? Может быть, какую-то критику, может быть, что-то недовольное, может быть, вы скептически относитесь, скажите нам. Так, ну, вроде бы у нас вопросов нет. Мы хорошо с вами поработали, посмотрели. Запись будет автоматически в Фейсбуке, то, что мы говорим, уже там будет видно. Юрий Николаевич, а можно вот вопрос небольшой такой? Я, да, ссор, я сейчас без камеры. Здравствуйте. Здравствуйте всем. Значит, вопрос такой, как вы думаете? Я, да, ссор, я сейчас без камеры. Давайте попробую еще раз. Включу камеру заодно, чтобы, ну, как бы вы видели, от кого такой фон пошел. Добрый день всем. Значит, вопрос такой. Слышно меня, надеюсь? Да. Вот у нас сейчас карантин, да, поэтому все, собственно говоря, мы на дистанционном обучении. Это все понятно. Когда, дай бог, это все скоро кончится. Не думаю, давайте не будем спешить. Ну, кто-то говорит там в мае, кто-то говорит в июле, я уже склоняюсь к июле даже, может быть, даже и позже. Успеем ли внедрить все это дело в вузах и в учебных заведениях и не скажут ли в сентябре потом нашим энтузиастам о том, что, ну, ребята, ну, извиняйте, как бы, ну, все. Уже же никто не болеет, все же хорошо. Зачем вы должны теперь? Или, по вашему опыту, это уже та вещь, которая пришла и осталась? Ну, вы же слышите. Потому что вы говорили, когда были времена, когда, в принципе, еще все могли сказать, что это все не надо. Ну, мы слышали, что говорят в Совете Федерации по этому вопросу, что говорит Российская Академия Образования, что говорит наш министр образования, что никогда мы уже назад не вернемся, что все эти наработки в онлайн обучении, они все равно останутся. Правда, наш министр говорит, нельзя в онлайн передать химию живого общения. Хотя вот я полностью увидел выражение лица, интонацию у коллеги Сорочкиной. Так и вы мои тоже, надеюсь, видите. То есть, он, с одной стороны, говорит, нельзя передать химию, но при этом, отвечает на ваш вопрос, Станислав, все равно онлайн технологии останутся с нами. Все эти наши ошибки, находки, взаимодействия, они будут уже с нами всегда. То ли в форме смешанного обучения, то ли в виде автоматизации самостоятельной работы студентов. Так что, Станислав, вы как консул, а он снял наушники, он сейчас не слышит меня, а я его попросил быть нашим консулом по видеоконференц-связи. Это эксперт, который занимается, изучает, анализирует разные платформы, связанные с визуальным контактом. И ответ – да, то, что мы сейчас делаем, оно будет с нами всегда. Без онлайн мы никуда не идем. Все это останется. И потребность в специалистах, о которых говорил Улубек Артикович, она будет только возрастать. Будут открываться новые сферы, ранее нам неизвестные, сферы деятельности, новые возможности, новые фишки, лайфхаки, и они будут с нами постоянно. С другой стороны, будут, на мой взгляд, всячески ограничиваться идеи по обучению в социальных сетях. Да, как поддержка, разместить контент, ответить на несложные вопросы, но вести обучение в социальной сети – это грех. Это неправильно. Я долгие годы говорил, неправильно в социальных сетях. Никакой бигдаты нет, аналитики нет, все это хранится на зарубежных серверах. Повторяется один и тот же вопрос. Журнала успеваемости нет. У нас был случай, когда одна студентка, очница подала жалобу в прокуратуру, говорит, а у вас нарушается качество обучения. Вы не обеспечиваете качество обучения, вы не даете качественный контент, вы не взаимодействуете со студентами. Очница, юридического факультета, прокуратуру подала. И когда ко мне сказали, Юрий Николаевич, мы внедрили бально-рейтинговую систему, у нас там все автоматизировано, что нам делать? Момент. Я открываю логи, там с графиком красивым, когда она входила. И видно, вся группа работала, посещала, выполняла задания, ни у кого проблем нет. Все сессию сдали, кроме нее одной, потому что она редко посещала, очень редко. Ну, там, может, где-то минут 15 за весь семестр. Естественно, эта распечатка пошла в ответ прокуратуре, и вопрос закрылся, и ее благополучно очислили, несмотря на ее родственные связи с правоохранительными органами. В социальной сети, если бы там проходила, мы бы не смогли бы защитить ни университет, ни факультет, ни преподавателей, ничего. Какие еще вопросы? В социальной сети, извините, в дополнение вашей мысли, социальная сеть, она хороша для чего? Она хороша, чтобы прорекламировать университет, прорекламировать преподавателей и набрать людей на курсы. А уже в курсе, там уже это будет, или бюджетное обучение, или платное обучение, тоже второй вопрос. Но как реклама, да, как метод донесения знаний и особенно контроля, естественно. Ну, ведь знания, информация и знания – это разные вещи, Станислав. Знания, когда оно прошло через тебя, через практику, через взаимодействие. Ну, а что вот эти массовые открытые онлайн-курсы, какое там знание? Это хороший самоучитель, информационный материал, причем не всегда удобный. Меня коробит, когда надо смотреть ролик до конца. Да я-то знаю уже, я хочу посмотреть текст, я читаю по диагонали. Или хочу повторить. Нет, сиди, смотри этот ролик. Зачем мне его глаза, там, и вот этот хороший свет, когда мне достаточно посмотреть только текст с формулами, презентацию, и все понятно. В ролике хорошо видны интонации, какая-то актерская игра, какое-то воодушевление, но оно не всегда нужно. Для этого есть другие формы. Мне не нравится, когда нет обратной связи в обучении. Это не обучение. И все исследования, доказывание эффективности массовых открытых курсов, они не объективны, они не валидны. Они считают статистику, сколько прошло там и так далее, но они не показывают, какие виды активности были там, была ли обратная связь. Я считаю, что в хорошем онлайн-курсе, при правильной системной организации, можно добиться такого же результата или почти такого же, как и в оффлайн. Мы не берем там врачей, у инженеров есть определенная сфера, где надо руками работать. Хотя те же сварщики или те же художники-дизайнеры могут записать на видео, как они варят на сварочном аппарате, как они держат эти электроды, как они работают с чем-то там, с двигателем автомобиля, или как они рисуют, занимаясь живописью и высылают свои результаты, как видео. То есть частично можно и там тоже сделать. Но все-таки у инженеров там есть зоны, куда онлайн еще не добрался, и пока таких перспектив не очень много. Были надежды на нейронные сети, на искусственный интеллект, на боты. Моя позиция, что боты, я их сам очень люблю и применяю, они могут проводить первичную диагностику, быстро отвечать, вести какие-то беседы, но не их долго разрабатывать. Проще преподавателю задать вопрос в живую или в форуме и получить ответ. Причем часто сами студенты же и знают ответ, и помогают преподавать, отвечают на него, и за это получают свои баллы. Так, спасибо за актуализацию нашей деятельности, Станислав. Может, еще какие-то есть мнения? Я не выключаю специально, пока вы сами не скажете, хватит. Отрезать аппендикс не то же самое, что посмотреть, как кто-то это делает. Пишет Наталья Иванова, по-моему, она занимается дизайном одежды, если я не ошибаюсь. А я был заведующим кафедрой дизайна как раз по одежде. У меня угоразило и таким быть. Вы знаете, чтобы сделать аппендикс самому или посмотреть, как его кому-то вырезают, этот аппендикс, нужно поехать туда и стоять там рядом, как вырезают, или взять руки-скальпель. Но прежде чем взять в руки скальпель или найти того, кого оперируют, можно посмотреть хороший прямой эфир этой операции. И сейчас так делают. И в клинике Федорова обучают именно так. Они продают записи или показывают их, и там все это рассказывается, и видно очень четко, даже лучше, чем если в этой толпе стоять вокруг этого оперируемого. И видно четко каждое движение хирурга. Его можно изучить, его можно превратить в контрольный материал. И какую-то часть – да. А уже потом брать скальпель и идти кого-то резать. То есть более подготовленного, допускать врачу, так же, как и летчиков. То есть я с вами с одной стороны соглашаюсь, а с другой стороны не совсем, дорогая Наталья Иванова. Ну вот Ловбек Арктикович упоминает про моделирование. Нельзя практику заменить видеопросмотром, говорит нам, выражает мнение Наталья Иванова еще раз. А, завкафедра, извините, я обознался. Она завкафедра информатики и прикладной математики. Практику заменить видеопросмотром. Согласен, согласен с вами полностью. Вот мы проводили тоже два дня назад, и как там проходят экзамены и практические работы. Они собираются в Zoom. И преподаватель спрашивает, ну вот решите эту задачу. Вы, Иванов. Он поворачивает эту камеру вот так вот вниз, извините, и пишет рукой. И видно, что он пишет. Хорошо видно. И вот и все. Какая разница, он будет писать на доске или будет писать у себя в тетради. Это в онлайн делается легко, если речь идет о рукописном. Или задает ему вопросы. Объясните, как решается эта задача. И он голосом, глядя в глаза, видно, что не подглядывает ни какие там экраны, начинает ему быстро отвечать. Не глядя в Google. То есть и здесь нет пока проблем. Дистантом заменить все не надо. Обучать в дистанте балету или хоровому пению никто не предлагает. Посмотреть ролик полезнее, пишет, чем черно-белая иллюстрация. Да. Да. Валентин Попов спрашивает. Здравствуйте, дорогие. Какую платформу вы используете при онлайн образовании? Мы используем Moodle. Есть гиперметод. Они, правда, цену не называют. Это российская разработка. Но где-то 330 тысяч в год. Год закончился, все, лицензия закрылась, ничего не работает. Есть EDX. Она требует специалистов, специального оборудования. Она просто так не запускается. Она гораздо более требовательная, дорогая по ресурсам, хотя она бесплатная тоже. Американская EDX. Какие еще есть? Может, вы подскажете. Но Moodle в мире лидирует. Почти полмира работает на Moodle. Большая часть вузов России, и я знаю, и коммерческие некоторые фирмы в корпоративном обучении используют Moodle. Это вам ответ. Старший преподаватель кафедры недропользования СВФУ. Северо-восточный, наверное, федеральный университет. Moodle. Я знаю, что на Дальнем Востоке ДВФУ, Дальневосточный федеральный использовали неуспешно, неудачно использовали Blackboard. Его годовая аренда обходится где-то 800 тысяч рублей в год. Они долго обучали преподавателей. Они долго боролись друг с другом. И в итоге деньги закончились. И что сейчас там происходит, я не знаю. По-моему, они перешли на нас в платформу, где много вопросов. Много. Открывается курс, когда уже семестр начался. Какой-то старший преподаватель ведущего вуза, без заключения кафедры, не в соответствии с рабочей программой, зачастую на уровне СПТУ, дает контент, ролики, тесты, ролики. Никакой обратной связи. Они пытались обучать вот там. Я против такое обучение. Это не обучение. Это может быть поддержка, и то она не очень качественная. Поэтому надо ориентироваться на свои. Но используя контент, который вам доступен и на Курсере, и в Ютьюбе, и на той же нацплатформе, если они это дают. Вот в Винницком университете они учитывают результаты на Курсере, на других курсах. Но последнее слово за преподавателя. Вот как он составил контент, задания, как он пообщался, дал тесты. Он принимает решение. Это примерно как в Китае. Они сказали так. Решение на зачет по обучению на сторонних курсах принимает кафедра и преподаватель. Все. Никаких договоров, никаких там сертификатов, никакой оплаты. Только преподаватель. Ну что, коллеги, какие еще опросы? Я не спешу. Вы можете оставаться. Нас уже осталось 32 участников. Посмотрю, что там пишут в Фейсбуке. Может быть, какие-то вопросы. Нас там смотрят. Нас там видят. Но я не вижу пока вопросов в Фейсбуке. Поделилось 12 человек. Так, а, это не то, не то, не то. Немножко тормозит Фейсбук. Не могу прочитать там вопросы, поэтому... Минуточку. Фатима Григорьева задала какой-то опрос, а я его не вижу. 12 комментариев, и я их не вижу. Надежда Блюст из Германии что-то написала, и ничего не видно. Что там за комментарии в Фейсбук странно себя ведет. Что вы понимаете под национальной платформой? Под национальной. Юрайт нет. Юрайт – это электронная библиотечная система, издательство. Кстати, я тоже. Вот этот наш вебинар под эгидой издательства. Директ Медиа, директор Константин Костюк. И я веду вот этот проект, электронные курсы онлайн, профессиональные. А национальная платформа открытого образования – это проект, который был инициирован бывшим министром Ливановым. Ему пришла в голову идея, это не его была идея, а повыше, тоже бывшего премьера. Давайте мы ведущие курсы как-то вот объединим. Он их объединил, создали такую ассоциацию, национальная платформа открытого образования. И он им предложил такой создать совет. Они, естественно, согласились. МГУ, которые всегда были против дистанционного обучения, согласились. Здесь ректор МГУ. Еще ряд вузов. И они стали создавать вот эти массовые открытые курсы на американской платформе EDX. Взяли бесплатно EDX, чуть-чуть там перевели, поставили и начали создавать курсы. Открытые. Ну, как открытые? Открытые только по графику. Как я говорил, учебный год начался, а он все еще закрыт. И не знаешь, брать его, не брать, что там внутри. Заранее уже не выберет и студент, никто. Нехорошо. И там ролики и тесты. Назвали это национальной платформой открытого образования. OpenEdu.ru, по-моему, так называется. OpenEdu.ru. Не все качественные, не все хорошие. Ну, вот, например, курсы в высшей школе экономики, по моим предметам, это финансово-актуарная математика, рынок ценных бумаг. Там были очень приличные ролики, которые просто вместе со студентами просматривал и давал им задания смотреть. Не весь курс. По моей программе там не все подходило. Ну, смотрели, как он говорит, как он выстраивает логику, какие он приводит факты, анализировали их вместе. Вот это там мне понравилось. Но не полностью они там обучались без меня. Национальная платформа. Презентации нет. Я показывал экран. Никаких слайдов вы не получите. Там, но там ничего нет. Там где-то 460 курсов в их списке. Часть из них уже не работает. Вообще их нет. Часть недоступна, хотя они там есть, потому что срок закончился у них. Там срок заканчивается, они доступ прекращают. Вот что такое национальная платформа. И самое главное, что мне не очень нравится в этом слове, это образование. Это контент и самообучение, но не образование. Образование, когда есть и практики, есть и взаимодействия, есть дискуссии, есть курсовые проекты, лабораторные работы, расчетно-графические работы. В том числе по математике. Там этого ничего нет. Понимаете? По госстандартам должны быть и лабораторки, и РГР, и курсовики, и так далее. Их там нет. Там только тесты. Ну, это разве обучение? Они там применяют слепое взаимное оценивание, ставят оценки друг к другу. Да, можно с этим согласиться. Ну, а преподаватель-то где? Его там нет. Поэтому это не образование. Это хороший контент для самостоятельной работы. Причем по статистике там студентов мало. Процентов 5 всего их. Остальные – это все люди с высшим образованием, уже практики, которые работают. И вот они и смотрят. Они забыли что-то, они туда идут смотреть. Студентам там не нравится. Вот так. Им хочется живого общения, которое вот примерно как у нас сегодня. Какие еще вопросы, коллеги? Вы можете спрашивать, что угодно я могу ответить. И говорить очень долго про дистанционку, про онлайн, про законодательство. Можно вопрос. Вот по вашему мнению, трудозатраты по созданию курса с точки зрения преподавателя. Не наполнение уже шаблона, да? А сколько необходимо времени, чтобы сделать курс? Курс, ну, средней продолжительности, там, 4-5 зачетных единиц приблизительно. Вот трудозатраты преподавателя, если хотите. Буквально такой же вопрос написал коллега вчера. Сколько нужно времени, чтобы и все, при этом, чтобы все было. Ну, не то, чтобы все было, но хотя бы был какой-то костяк курса, чтобы уже можно было привлекать студентов к дистанционному обучению. Как раз на следующем нашем вебинарном я хочу вам это показать не с точки зрения цифр, а с точки зрения уже наглядности. Ну, например, тестовое задание типа множественный выбор, которое уже написано в Верде, купипастом, можно вставить в модул. Оно выполняется в среднем. Как вы думаете? То есть вопрос и обычно 4 варианта ответа, один из них правильный. Вот он выполняется, минуту, норматив. Я делаю это за 30 секунд. У меня уже вот эти движения клавишами, Alt-Tab, Ctrl-C, Ctrl-V, мышкой выставляю процент, причем без мышки почти 90% делаю. Надо мне поставить 100%. Я цифру 1 пишу, он тут же подставляет из списка 100%. И все. Второй прием. Я один вопрос создал, у меня следующий точно такой же. Я из него делаю клон. Там в Moodle есть кнопочка дублировать. Появляется тот же самый вопрос, уже настроенный, где первый вариант уже правильный 100% стоит. Это сокращает мне трудозатраты еще больше. Я опять же копипастом уже другой вопрос вставляю, варианты ответа другие вставляю, окей. То есть нормативы зависят, конечно, от квалификации, но и знания, умения и вот этих лайфхаков, которые не секретных, можно показать. Дальше по трудозатратам. Есть такой вид учебной активности, как глоссарий, из которого можно делать тесты. Moodle сам из глоссария делает тесты. И даже игры, например, как стать миллионером. Он из глоссария выхватывает одно слово, поставляет там другие неправильные, и игра идет. Зарабатывает миллионы в Moodle. Этот глоссарий могут делать. Первый лайфхак. Сами студенты. Им дается задание по пройденной теме добавлять одни повторяющиеся термины. За это получают оценки. Преподаватель отдыхает. Норматив трудозатрат на формулировку такого задания пять минут. Через неделю у него появляется, если в группе 25 студентов, каждый по одному термину напишет по этой теме, уже 25 терминов. Уже пожалуйста. Он из этого глоссария делает контрольный тест. Автоматически. В течение двух минут. Появился тест, который сделали, получается, студенты, преподаватели, ничего не делают. Следующий норматив. Преподаватель в Moodle говорит, а вот теперь по этой лекции, по моей, то ли видео, то ли живая лекция, то ли текстовая, каждый из вас на оценку должен создать один тестовый вопрос. Сами создают, получают оценку. Если тестовый вопрос плохой, он ему ставит двойку. Пошло письмо на почту. Он заново делает. Через неделю сами студенты создали тестовую базу преподавателей. Ничего не делал. Он из этой выборки в 25 вопросов дает им тест на правильно выбрать, ответить, например, 7 вопросов. По этой теме он создал КИМ. Таких облегчений, когда преподаватель может основную энергию направить на подготовку, на отдых, может быть, отдохнуть, подумать, сходить на семинар, почитать какую-то статью, написать свою статью. Очень много. Я об этом тоже буду говорить. Хотите еще кейсы или уже устали? Еще, да? Следующий кейс. Я излагаю какую-то ситуацию из практики на лекции. Рассказываю, рассказываю. У меня кругозор большой, степень по экономике. Я и матмоделирование знаю, и эконометрику. Мне очень легко генерировать всякие задачи и деятельности студентов. Я им даю такую задачу. Вот вы прослушали. А теперь деловая игра. У нее есть дедлайн. Вы должны на оценку провести расследование. У нас там был предмет статистика сферы туризма и гостеприимства. Я им придумал кейс. Я хорошо знаю гостиничный бизнес, работал в нем по совместительству. И говорю, случай в отеле. Обворовали клиента. Подозрения попали на горничную, которая вроде бы имеет отношение с директором. Фактов нет, но слухи входят. Охранники там тоже в какой-то связи между собой могли ее покрыть. Вам необходимо в течение недели провести расследование в роли директора предприятия, в роли начальника службы безопасности. Там еще какие-то роли техники, службы приема размещения. И они должны были провести расследование. В качестве этой горничной был я. Я им давал пояснения. Все это в форуме. Все это асинхронно. Они опрашивают. Им ответы даются. Они ставят за свои действия друг другу оценки. Игра в виде, там, думать-то особо не надо. Причем там фотографию из фильма «Отель», где горничная действительно ограбила, воровала клиента. Известный голливудовский фильм. То есть это красочно. И они с удовольствием этот кейс выполняли. Не все, конечно, но не все получили оценку. И они сами друг другу в этом же форуме Moodle выставляли оценки, проводили расследования. У меня такая же была игра «Я министр туризма», чтобы я сделал там в плане статистика. Или «Я премьер-министр», чтобы я сделал по развитию туризма в России. Давал им какой-то видеоролик. И они сами писали свои мысли, опираясь на тот материал, который у них уже был ранее пройден. Вот такие вот приемы. Они значительно облегчают и активизируют их внимание. За каждое там достижение они получали еще бейджики интересные. За активность получали баллы. Где-то сами себя оценили. Например, получил базовый учебник из библиотеки, сам себе поставил оценочку. Наличие учебника уже говорит о своем отношении предмет. Она небольшая, там где-то полпроцента из ста, может быть, но тоже активизировалась их деятельность. Это несложно делать. Вот такие лайфхаки, такие приемы. Методические, но основанные на техническом, доскональном техническом знании Moodle. В нем такие возможности есть. Так, Яна пишет обучающее видео, один ролик, где студентов должно иметь временные ограничения. Смотря почем. Например, по моему предмету вводная часть, я излагаю ее за полторы минуты ролик. Я показываю роль предмета, его важность. Долго не говорю, этого хватает. В вопросе, где я рассказываю формы корреляции между показателями туризма, от чего это зависит, там и 15 минут может быть. Но в МФТИ бывают записи по полтора часа. Тут такого стандарта нет. Все зависит от многих факторов. Универсального рецепта нет. Так, что еще, какие есть вопросы, задавайте. Вот Василий Иванович просит включить звук. Василий Иванович. Я бы хотел бы, вот Оксана Сорочинская, или Сорочин, она ушла. Самый простой вариант, который мы опробировали при подготовке контента, это, конечно, основой является рабочая учебная программа. По этой рабочей учебной программе делается учебная хрестоматия. Это есть законодательство понять учебная хрестоматия, когда авторские права принадлежат уже составителю хрестоматии. Вы можете брать фрагменты из любимых вами учебников, пособий, научных публикаций, и этот study guide, эту рабочую учебную программу превращать уже в расширенный такой study guide, где есть под каждым вопросом темы, соответствующие уже объяснение, понимание и так далее, текст. У Вас через какое-то время появляется уже очень большой расширенный study guide, который является прообразом будущего учебного курса. Но уже и по нему можно вести дистанционное обучение. Почему? Есть масса открытых ресурсов в интернете. Раньше это был портал такой, если помните, Informica делала это Windows Edu.ru окно, где были собраны, не знаю, десятки тысяч учебно-методических материалов. Мне особенно там нравились учебники, не учебники, а сборники задач, решебники. Они сейчас до сих пор в открытом доступе, и в этом плане Вы можете давать ссылку туда, либо себе имплементировать в курс какие-то весьма существенные задания. Как создается база тестовых заданий? Самый простой вариант, вот самый простой вариант. Когда Вы сделали вот такой расширенный study guide, и под каждым вопросом или темой Вы где-то 3-4 логически выстроенные текста из каких-то учебников, пособий, иностранных каких, только обязательно давайте ссылку на них, где Вы взяли, чтобы соблюсти и авторские права, и правообладания. Вы фрагменты можете использовать в своем контекте, поскольку по закону об авторских правах там указано, что в учебных целях без оплаты Вы можете использовать и цитировать. Вот цитируйте. Размер цитирования, он в нормативном поле не определен. Вот там написано, что в целях, просто целей, вернее, цитируется размер в целях учебного курса. Но были несколько судебных разбирательств. Один судья решил, что не более 5% можно цитировать из какого-то учебника и себе вставлять, и там публиковать. Ведь в Moodle это та же публикация. Либо 15%, извините, 5% или 15 страниц. Вот было другое судебное решение. Но база тестовых заданий, как Вы поступили, это как бы первая версия учебно-методического обеспечения или электронного курса в дистанционном обучении. Вы берете этот текст, он структурирован по абзацу. И вот на каждый абзац Вы составляете тестовые задания, которые включаются в тот же Moodle тестовую систему. То есть у нас ведь беда в чем? Мы не можем студента заставить читать. Но когда Вы каждый фрагмент, абзац, либо два абзаца, Вы делаете тестовые задания и туда включаете его, то тогда у Вас появляется возможность протестировать студента на усвоение этого материала. Когда методом случайной выборки из 100 ему там выбрасывается там, не знаю, десятка этих тестов, и он должен на время их сделать. И тот вариант, который вот предложил или есть, Юрий Николаевич его обозначил, это передоверять составление тестов студентам или аспирантам. Ну, половину Вы отбросите, но другая половина Вас заставит задуматься, и Вы будете наполнять эту базу данных. Одно дело, когда у Вас на какую-то тему, а желательно это кредит 36 часов, который также должен быть структурирован, Вы сначала 20 тестов, потом, не знаю, 40, 50, 200, понимаете, и у Вас появляется такая определенная база знаний. Вот я бы еще хотел бы ответить Станиславу, который такой вопрос задал, а что будет, когда эта пандемия закончится? Ну, кстати, по оценкам Урсулы фон дер Ляйен, да, знаете, такая председатель Европейской комиссии, она оценивает окончание пандемии в Европе, это к концу года. Но здесь вопрос даже не в этом. Вот я сторонник, и как руководитель вуза, я сторонник был того, что мы через Moodle формируем идеальную базу знаний. Вот преподаватель, вот я преподавал, не знаю, там лет 30 назад, да, и вот эти карточки, подбираешь материалы, тусуешь, там на лекцию выходишь. Здесь Moodle дает уникальную возможность постоянной актуализации учебно-методического материала. Что-то устарело, выбросили, вставили новый фрагмент. К этому фрагменту сделали базу тестовых заданий. То есть это у вас постоянно идет актуализация этой базы знаний. Появился видеоролик, вырезали видеоредактором какую-то часть, сделали, откуда взяли, кто там автор, записали туда, вставили, у вас уже в нужном месте, там, восьмой теме, есть какой-то видеоролик. И у вас тем самым постоянно формируется база знаний. Студент заболел, значит, он может туда зайти. И поэтому неважно, какая форма обучения, это по нашей терминологии, очная, заочная, на Западе все смешанное. И в этом плане вы даже в очном режиме преподавая, вы должны зарегистрировать там свою группу по вашему курсу. И пусть они имеют доступ к контенту, базе тестовых заданий, с возможностью там прикрепить эссе и вам отправить на проверку. Значит, там, наверное, база, вернее, там, наверное, бальной рейтинговой системы. И тем самым вы можете вести учебный процесс в смешанной форме. В смешанной форме. И есть и такой жизненный вариант, когда, ну, придется вам, скажем, расстаться с вашим университетом и перейти в другой вуз. У вас есть база знаний, которые вы с собой забираете, поскольку вы автор и вы составитель всего и вся, что там записано. Ну, правда, нужно смотреть на контракт, который вот писали, поскольку по идее это является служебным произведением и правообладание за вузом, который вам оплачивал вторую половину дня. А вот здесь нюанс уже нормативный. Но создать учебный онлайн-курс не представляет большой сложности, если вы доцент, если вы имеете массив, имеете базу тестовых заданий. Но начните с программы Study Guide, учебная хрестоматия и первые варианты базы тестовых вопросов. Понимая, что на тестовые вопросы или на тестирование, ну, не более 40% передоверяете от интегральной оценки знаний студентов. Хочу также дополнить, Василий Иванович подтвердит, вы можете начать создание курса на любой платформе. Вот, например, здесь, на этой платформе lms.biblioclub.ru. А потом в любой момент сделать копию этого курса, называется экспорт. У вас получается один zip-файл. И когда у вас будет свой электронный университет, своя платформа, вы там можете его импортировать в свой курс абсолютно без никого. Называется в пустом курсе, есть кнопочка импорт. Он спрашивает файл, и вы вместе с учениками, с их оценками, с результатами тестирования, с переписками, все, что там было в истории, если оно было, оно перекочует туда вместе с их логинами, паролями. То есть им не надо заново авторизовываться. Все. Они вводят свой логин, пароль уже на другом сайте, и попадают, и работают. Другое дело, что у Moodle есть узкие места, о которых мы не говорили. Это его надо правильно настроить. Вот, допустим, у нас есть и рассылки, они отдельно оплачиваются. Написал вопрос студент, разместил домашнее задание, преподаватель оценил его, написал ему отзыв, тут же улетело письмо. Тут же, вместе с ссылочкой и с кратким содержанием этого ответа, с этой оценкой. Это очень важно. У нас Moodle должен быть, и у вас, быть стабильным, иметь резервные копии, иметь техническую поддержку. Например, у нас она есть, в уголочке чатик, можно написать вопрос. Вот только что поступила заявка от преподавателя, пока говорил Василий Иванович, я на нее ответил. Студенты не могут зарегистрироваться на сайте. Пока он говорил, я проверил, регистрация работает идеально. Ей пишу, пусть обращается в техподдержку, а не дергают преподавателя. Преподаватель должен обучать, а не технические проблемы решать. Ко мне ни одного обращения не было. Если надо, запишу инструкцию для их студентов. Вот так. Каждый должен нести свою функцию выполнять, и все будет работать. Что-то улыбается, наш админ, но мы ее не слышим. Вот я пытаюсь включить звук, что-то кивает головой. Соглашается, наверное, вы связаны с техникой, но ваш микрофон не работает. Уважаемый коллега по имени админ. Пошевелите проводочек, проверьте там настроечки, нажмите на кнопочку «Включить звук», и мы вас услышим. Так, ну что, коллеги, будем подводить черту или еще посидим? Потому что я могу говорить часами про онлайн-обучение, про технологии, про методику, и правовые, и финансовые вопросы, как и Василий Иванович. Ранее он был президентом Союза профессионалов дистанционного обучения, а потом сказал, Юрий Николаевич, может быть, вам стоит. И вот проголосовали, меня выбрали президентом. Он у нас главный эксперт, лауреат премии правительства Российской Федерации в сфере образования, автор многочисленных монографий. Именно по дистанционному обучению, онлайн-обучению. Имеет награды Родины. Много лет возглавлял очень интересный институт, Пасковский технологический институт. К сожалению, там проблемы нашли. Рособорнадзор, и сейчас он работает в другом качестве. Но, тем не менее, он очень хорошо владеет всеми вопросами организации онлайн-обучения, за что ему спасибо, всегда нам помогает. Василий Иванович, вы же были у Путина, я слышал, что-то там у вас было мероприятие в Москве, мы не слышали ничего, может, расскажете по вопросам онлайн-обучения. Возможно, это закрытая информация. Так, вот нам еще подходят участники. Нас уже 27 человек, наверное, понемножечку нужно заканчивать, сообщает мой узбекский друг. Пожалуйста, Ирина Алексеевна, вы уходите на другую платформу. Всего вам доброго. Спасибо за внимание. И всех я благодарю. Если будут вопросы, вот что-то Татьяна Сафонова пытается подключить. Звук, ну, никак не может. Наверное, я буду завершать. Есть ли жалобы, есть ли предложения, заявления по поводу нашего мероприятия? Пожалуйста, предлагайте, заявляйте. Спасибо. Спасибо за ваши добрые слова, за внимание. Не болейте и приходите к нам на следующее наше мероприятие. Ольга Карпунина, и вам спасибо. Меня зовут Юрий Николаевич. Давайте потихонечку выключаемся, выходим. Запись будет в Фейсбуке. Спасибо, Ольга Карпунина, за то, что к нам подключились с международным опытом. Ничего страшного, Ольга. Ничего, ничего, все хорошо. Так, Иван в лице, наверное, его супруги все еще на связи с нами. Настроение вроде бодрое. Хорошо. Так, отключаемся. Я жду, пока все разойдутся. Вот Татьяна Сафонова никак, никак не включит звук. Возьмите на кнопочку, если хотите нам что-то сообщить. Микрофончик слева, возле него птичка, выбрать микрофончик. Так, постепенно выходим. Так, входим. Было интересно. И мне было интересно с вами. Завершаю конференцию. До следующих встреч. Продолжение следует...